Меня зовут Антон, компания Акустические Решения. Безусловно, разница есть и она огромная. Но прежде всего это размер, во-вторых, это яркость, и в-третьих, это там, где вы смотрите. Если у вас выделенное помещение, это однозначно экран. Если это мультифункциональная комната, гостиная, как правило, есть смысл использовать именно телевизор. Если рассматривать гостиную, например, в которой очень часто люди хотят обустроить некое место для просмотра кино, то первое, что приходит на ум, это то, что надо где-то расположить экран. Как правило, в таких случаях экран делают выдвижным, и он встраивается либо в потолок, либо висит на стене. Очень часто он еще, кстати, закрывает телевизор, когда выдвигается. Кроме этого, необходимо еще обеспечить условия просмотра, потому что в яркой комнате, залитой солнечным светом, проекционная картинка, она просто будет, она выцветит, и ее будет практически не видно. Существуют, конечно, специализированные экраны, которые позволяют несколько убрать этот эффект, но, во-первых, они его не убирают полностью, во-вторых, для них желательно более яркий проектор, и, соответственно, более дорогой проектор использовать. Тогда картинка может более-менее как-то приблизиться к телевизионной, ну, все равно будет, конечно, похуже, но зато размер, конечно, будет значительно больше. И даже в подъемках или там днем будет более-менее приемлемо смотреть на ней кино. Но, конечно же, это не то, что можно получить, когда у вас выделенное помещение. Самый дорогой проектор для именно домашнего кино стоит примерно 5 миллионов рублей. Вот, есть, конечно, там какие-то исключения, но, в общем-то, в базе это именно вот так. Не спасет он, потому что солнечный свет – это физика, и он значительно ярче, чем то, что способен выдать вот этот проектор, да, те самые 5000 люменов. Экран засветит очень хорошо, но солнечный свет засветит его еще лучше. Телевизор в этом случае выигрывает, потому что он светится сам. Светится сам значительно более ярко, чем то изображение, которое могло бы получиться на экране, если бы не было дополнительной паразитной засветки. Вот, то есть тут физика. Мы видим отраженный свет от проекционного экрана и видим прямой свет от телевизора. И отраженный свет мы можем хорошо видеть только там, где нет другого света, который мешает тому свету, который нам надо увидеть, исходящему от проектора. Если вы киноман, если вы любите ходить в кино и понимаете смысл именно настоящего кино, а настоящее кино – это всегда проектор, ну, по крайней мере, в этом году, в 2019 году, когда мы снимаем это видео, да, это интервью, все еще так. То есть 99,9% всех публичных кинотеатров – это проекционный экран и проектор. Именно поэтому вы просто обязаны будете купить себе проектор и экран, чтобы получить именно тот экспириенс, который вы видите, который вы получаете, когда идете с друзьями, с семьей в кино. Три случая, когда стоит проектор все-таки рассмотреть для покупки домой, да? Первое – вы, киноман, постоянно ходите в кино и не воспринимаете кино на телевизоре. Второй случай – когда вы хотите… У вас есть выделенная комната, и вы не нашли ей другого применения, кроме как устроить там домашний кинотеатр. Особенно, если это комната в подвале. Почему в подвале? Потому что там просто нет солнечного света, там нет окон, там изначально затемненное помещение. А третья причина – это размер. Когда размер имеет значение для вас, то альтернативы просто нет. За сравнимые деньги картинка на проекторе, с проектора на экране, будет раза в два, в три больше, шире, выше и так далее. Когда у вас есть полмиллиона, и вы не из разряда тех трех случаев, о которых я говорил только что до этого, то я бы рекомендовал вам все-таки отстроить сценарий использования. Если вы будете смотреть кино чаще всего днем, чаще всего с друзьями вообще в любой момент, когда вам взбредет это в голову, вам лень монтировать что-то на стену, на потолок, у вас уже сделан ремонт, вам тянуть провода какие-то дополнительные не хочется, то, конечно же, это будет телевизор. Например, за 500 тысяч можно купить отличнейший телевизор с OLED-матрицей, разрешением 4К и размером 77 дюймов по диагонали. Этого будет достаточно для 90% задач, особенно если мы говорим про гостиную или какую-то универсальную комнату, для компьютерных игр просмотра телепередач выше крыши, ну и для большинства кино и сериалов этого тоже будет достаточно. И это будет очень универсальное решение. Однако, если размер имеет значение, за те же самые 500 тысяч можно купить проектор, экран размером метра 3-4 шириной. Выбирать вам. Вы знаете, раньше у меня был проектор и экран. Я живу в квартире, и под кино у меня отделена часть одной большой комнаты. Грубо говоря, половина комнаты, 12 квадратных метров, там у меня медиазона. Раньше там стоял экран шириной 2 метра, проекционный. На стенке, соответственно, стоял проектор на задней. И мне приходилось приносить и уносить экран из соседней комнаты, чтобы посмотреть на максимально большом экране кино. Приходилось задергивать шторы. Шторы были непростые, а плотные очень, из ткани блэкаут. То есть, приходилось делать некие вещи, которые предшествуют вот этому ритуалу. С одной стороны, это было, конечно, все добавляло магии, с другой стороны, от этого устаешь. И все равно картинка была не идеальна, потому что комната не была выколе глаз, она не была отделана черным бархатом. Это были стандартные светлые стены и потолок. То есть, в определенный момент мне это перестало устраивать, приносить удовольствие. И было принято решение сменить эту систему на OLED-телевизор. Почему OLED? Потому что раньше была плазма. Плазма раньше считалась самым хорошим телевизором для просмотра кино, потому что там был максимально глубокий черный. Очень классные цвета натуральные. А сейчас это технология OLED, в которой бесконечно глубокий черный цвет. И необходимая достаточно яркость для того, чтобы отобразить современные форматы HDR 4K. Поэтому сейчас у меня уже год висит телевизор. И, вы знаете, все реже, конечно, времени приходит, к сожалению, у меня есть уделять кино, особенно дома. Но, тем не менее, я его иногда смотрю и получаю удовольствие, прежде всего, теперь уже от контрастности изображения. Когда у вас настолько контрастная картинка, ее очень сложно получить на проекционном изображении. У вас должна быть идеальная комната с идеально черными стенами для такой картинки от проектора. Ну, это реально. А OLED-телевизор позволяет это сделать практически в любой комнате. С точки зрения именно ТТХ, так называемых, технических характеристик, параметров, о которых очень часто заявляют, кричат все маркетологи со всех полок магазинов, со всех рекламных лозунгов, они постоянно что-то придумывают новое. И технология, она как бы шагает вслед за маркетологом. Это здорово, потому что нам это дарит новые эмоции, новый уровень как бы вовлечения в просмотр, новый уровень реалистичности картинки. Например, разрешение, да, оно увеличилось. Сначала было некое там SDR, 240p, потом 720p, когда DVD у нас появился, потом появилось HD, это 720, ну, линий, по сути, да, изображение. Вот, и до недавнего времени стандарт был Full HD, он же 1080p, 1080 линий разрешения. Его было вполне достаточно, и в принципе, открою вам маленький секрет, его до сих пор достаточно для стандартного телевизора диагональю 40-65 дюймов, который вы смотрите на расстоянии там 3-4 метра. Разницу с телевизором 4К, даже если у вас зрение единица, вы навряд ли заметите. Особенно, если изображение будет уже с широким динамическим диапазоном, тем самым HDR. Вот, но тем не менее, маркетологи делают свое дело, и надо им сказать спасибо. Разрешение 4К, оно с определенного расстояния начинает дарить нам новые детали. Вот, то есть, когда мы достаточно сильно приближаемся к телевизору, то мы эти детали мелкие, да, какие-то вещи, которые раньше были неразличимы, начинаем видеть. Но нужно достаточно близко сидеть к телевизору. Как правило, никто так не делает. А проектор, который обладает разрешением 4К, и еще очень хорошей оптикой, да, надо заметить, потому что плохая оптика может убить вот это все разрешение матрицы самих. Вот, когда такой проектор у вас есть, и вы сидите, как правило, на нормальном расстоянии, то там вы уже увидите разницу. И там вы ее будете видеть всегда. Будь то старый контент, Full HD или там 720p, либо новый контент 4К, и особенно с HDR. Вот, тут разница будет, конечно, колоссальная. Чем больше экран, тем больше вы увидите разницу вот в старых и новых форматах. Выбрать хороший проектор, чтобы в нем было все хорошо, включая физические компоненты, такие как матрицы, оптика, да, которая именно нам позволяет сформировать четкое изображение на экране, довольно непросто. К сожалению, приходится набить шишки и приходится сравнить все лично и в лоб. Когда ты занимаешься этим профессионально, это довольно несложно. Можно съездить к поставщикам этих проекторов, лично их лоб в лоб сравнить, понять для себя, как бы, чем они отличаются, насколько у них там действительно 4К или не 4К, и определиться, и помочь определяться с этим своим клиентом. Были случаи, когда дорогой проектор, да, показывал не идеально. В основном все эти вещи связаны были именно с оптикой и со сведением матриц. Оптика в проекторе это объектив, который как раз позволяет вам сформировать изображение, отображаемое матрицами в проекторе, да, на вашем здоровенном экране. То есть свет проходит через матрицы, проходит через специальный световой модуль и через объектив увеличивается и падает на экран. Также объектив участвует в фокусировке, в зуммировании, есть еще сдвиг линз, который позволяет вам, не меняя местоположение проектора, картинку перемещать по экрану, по-вашему, чтобы идеальным образом настроить под экран. Проблемы были связаны с тем, что было не сведение матриц, которое иногда устраняется электронным способом, да, через меню проектора. Иногда, к сожалению, не получалось это сделать идеально. То есть на одном углу, например, экрана, оно идеальное, в другом углу экрана оно почему-то наоборот расходилось. Идеальное сведение, да, то есть проекционное изображение, как правило, формируется тремя матрицами. Это RGB, красный, зеленый и голубой. Вот, то есть свет проходит через три матрицы, а потом он вместе складывается специальной призмой. И когда происходит вот сложение, важна, так называемая, юстировка матриц. Если они не идеальным образом выровнены друг относительно друга, то у вас там, например, красный цвет, вот если пиксель, смотрим, там текст идет, да, какой-то, и у него есть некий красный ореол. Это значит, что красная матрица, она чуть-чуть в сторону от всех остальных. В большинстве дорогих проекторов для домашнего кинотеатра существует система тонкой настройки и юстировки вот этого сведения, да, но даже она, к сожалению, не позволяет даже в дорогих проекторах порой сделать изображение идеально. То есть, ты начинаешь регулировать, у тебя здесь все хорошо, а в другом конце экрана, потому что экран здоровый, и там же еще оптика начинает влиять, там это изображение уходит в обратную сторону, например, да, то есть, было идеально, стало красным смещаться в другую. Вот, то есть, есть такие нюансы, даже очень дорогие проектора нужно выбирать с толком, с чувством, с расстановкой и в идеале смотреть лично на них глазами перед тем, как совершать покупку. При покупке телевизора, как правило, нужно с умом подойти к тому, какую технологию вы покупаете. Сейчас на рынке в основном две конкурирующие технологии, это OLED и так называемый QLED. QLED это, по сути, обычный LCD-телевизор с TFT-матрицей, неважно какого типа, она там IPS или PWA и так далее. Это все как бы одно и то же, по сути. Это LCD-экран, как у вас там на iPhone, на Android. А OLED, который производит всего лишь одна компания, матрицы OLED, это уже развитие скорее плазменной технологии. То есть, там светятся пиксели сами. Это органические светодиоды, которые сами излучают свет. В LCD-телевизорах у вас некая задняя подсветка, которая проходит через ряд цветовых фильтров. У вас там включается или выключается слой светодиодов, которые не светят, они просто либо пропускают, либо не пропускают свет. Поэтому там очень сложно добиться идеального черного цвета. Но такие телевизоры дешевле в производстве. OLED-телевизоры, они новее, технология новее. Но когда пиксель не горит, то он идеально черный. Поэтому контрастность максимальная именно на технологии OLED. Ну а проблемы, связанные с дополнительной проблемой, да, конечно, битые пиксели. Но, во-первых, это проблемы все меньше и меньше. Качество все лучше и лучше, делают с телевизоров все больше и больше. Они постоянно дешевеют и новые технологии дешевеют. И, в общем-то, на расстоянии трех-четырех метров, когда вы смотрите 50-дюймовый телевизор или 65-дюймовый, то вы не заметите даже этих битых пикселей. Даже если вам не повезет, вы купите телевизор именно с ними. Когда речь идет о мультифункциональной комнате, да, так называемой медиарум, наверное, правильнее сделать выбор в сторону и телевизора, и проектора. Можно немножко упасть по уровню, но иметь универсальное устройство, которое вам позволит и днем, и вечером получать максимум от вашего помещения. Звук у вас будет всегда хороший, да, а вот изображение днем будет просто поменьше, но будет яркое и от телевизора, а вечером будет выдвигаться экран и будет идеальная и здоровенная картинка уже от проекционного экрана с максимально похожим на публичный кинотеатр эффектом. Вот. Это идеальный вариант, когда у вас все-таки, ну, как бы, есть, есть и на то, и на то. Даже если бюджет ограничен. Скажем, за полтора миллиона можно купить и то, и то. Ежели у вас есть, допустим, там, 700-500 максимум миллион, то тут надо выбирать именно исходя из тех параметров, как чаще всего вы будете смотреть фильмы. Фильмы, играть в компьютерные игры, все, что вы будете делать в этом помещении, нужно отстроить, прямо посмотреть, сделать, сколько процентов времени вы будете делать это днем, либо вечером, когда света у вас нет. Но, опять же, если помещение с малым количеством окон, то можно использовать так называемые блэкауты. Либо шторы блэкауты плотные, либо жалюзи, которые закрываются на рейлингах и будут вам делать из этой комнаты, в принципе, затемненное помещение. Тогда можно и днем использовать проекционный экран и проектор и получить максимум именно в плане размера. Можно сэкономить на уровне модели проектора, да, то есть у каждого производителя, как правило, минимум там 3-4 модели существуют. И чем дороже, тем они на самом деле меньше отличаются. Чем они дороже, тем больше вы сможете увидеть разницы только в суперправильном подготовленном помещении. Поэтому, в принципе, можно взять не среднюю модель, а начальную, да. Например, проектор можно взять не за 700 тысяч, а за 450. Тем самым у вас будет, останется деньги и на телевизор. В универсальной комнате вы практически разницы не заметите. Если у вас проектор будет использоваться только вечером, да, когда нет света, то вам будет достаточно яркости, да, то есть они отличаются чуть-чуть еще по яркости. Вот средний и начальный проектор, например, да, если брать. Если вы экономите, берете проектор, допустим, 1800 люменов вместо 1900, то в затемненном помещении как бы вечером на здоровенном экране вы разницу скорее всего не заметите абсолютно. Вам будет достаточно этого. В плане контрастности, то, что вы будете использовать проектор в универсальной комнате, вам будет без разницы, что у него там 400 тысяч к одному контрастность динамическая, что она 300 тысяч к одному. Потому что условия просмотра уже не идеальны, у вас будут вот эти вот переотражения, пересветы, и как бы все равно картинка будет ну, несколько не такая, как бы она могла бы быть в выделенном помещении в темном кинозале. Мы все-таки говорим о специализированных проекторах, у которых заведомо классный уровень черного, которые вам не дадут просто серятин на экране, когда как бы ее можно не давать. Понимаете? То есть основная разница между специализированной техникой и техникой универсальной именно в базовых вещах. То есть она, ну, как бы она на порядок отличается. На порядок. Во-первых, это цветовой охват и это контрастность. Это уровень черного цвета и поддержка современных форматов. Но не надо забывать об универсальности установки. Потому что дешевый проектор, например, за 100 тысяч рублей вы сможете повесить только в одном месте вашей комнаты на определенном расстоянии от экрана. Вот. Специализированный проектор для домашнего театра вы можете поставить в удобном месте, сместив его немножко в сторону, вверх-вниз и электронным способом отрегулировав картинку по экрану, который у вас уже находится в помещении. Вот. Ну, там много, на самом деле, таких параметров, которые отличают именно специализированную технику от не специализированной, кроме того, что там гораздо реалистичнее и киношнее картинка. Если мы рассматриваем, например, схожий по бюджету комплект экран плюс проектор, либо телевизор, ну, допустим, миллион рублей, да, если проектор ламповый, а за эти деньги до сих пор продаются ламповые проектора, и они отличные, вам придется менять лампу, которая, к сожалению, со временем деградирует, становится менее яркой, картинка уходит, цвета уходят, даже если вы откалибровали за деньги проектора, мы рекомендуем это делать, чтобы получить картинку максимально похожую на то, что видел режиссер, когда фильм монтировал, да, то вам необходимо будет лампу менять в среднем где-то раз в 2000 часов просмотра. Это, ну, в зависимости от ярости использования вашей медиакомнаты, вашего домашнего кинотеатра. Когда у вас много детей, они играют в компьютерные игры постоянно, да, или, там, не знаю, жена поет в караоке периодически, то лампа может сесть и за год. Вот. Но, как правило, это полтора-два года. Вот. Такой период, через который придется лампу менять. Лампа тоже стоит денег. Вот, такого уровня в проекторах она может стоить примерно 30-40 тысяч рублей. Ну, может быть, чуть дороже. Вот. И ее опять будет хватать на те самые, там, 2-3 тысячи часов использования. Телевизор не потребует от вас этих вложений. То есть, он либо работает, либо не работает. Весь срок службы. Вот. Однако, слава тебе, Господи, сейчас появились лазерные проектора. У них лазерный источник света, который деградирует через 25-40 тысяч часов. То есть, тоже, в принципе, весь срок службы, когда уже поменяются форматы, и вы уже давно захотите поменять сам проектор. Лазерные проектора начинаются, именно для домашнего кино, да, начинаются от миллиона с небольшим. То есть, можно, в принципе, за миллион триста купить проектор-экран и забыть об использовании и о калибровке, кстати, потому что калибровка тоже стоит денег на энное количество лет. Если сравнивать самую дорогую технику, да, которая сейчас доступна для покупки домой, то специализированный проектор для домашнего театра с яркостью 5000 люмен лазерный фирмы Sony будет стоить в районе 5 миллионов рублей. Он способен засветить экран, ну, конечно же, нужно помещение для этого, да, чтобы его максимально раскрыть, но там он сможет засветить экран примерно 200-220 дюймов шириной. Представьте себе, это, ну, больше 5 метров. Это 5-6 метров шириной экран. Огромный просто экран у вас может быть за 5 миллионов рублей. Если мы говорим про телевизор, то это 105 дюймов. 105 дюймов это 2,70. Причем по диагонали. То есть 2,5 метра шириной. Получается, что в 2,5 раза огромный экран можно получить за те же самые деньги. Два бренда, по сути, выпускают самые дорогие большие телевизоры, причем тот, который 5-600 стоит на данный момент, он будет поменьше. Он будет то ли 96, то ли 100 дюймов всего лишь. Таким образом, выбор телевизора либо экрана с проектором лежит целиком на вас. Мы постарались ответить на самые важные вопросы, которые касаются выбора. Почему в конкретных ситуациях, в зависимости от каких факторов, стоит обращать внимание на ту или иную технологию, на тот или иной способ отображения вашего любимого кино. Каждый раз это набор факторов. Мы с удовольствием поможем вам определиться. Здесь нужно понимать, что на что влияет и что лучше подходит в каждом конкретном случае. Кстати, напишите в комментариях, на чем вы смотрите кино и хотите ли вы поменять одно на другое. Проектор на телевизор или телевизор на проектор. Меня зовут Антон, компания «Акустические решения». Мы находимся в Москве, в центре, на чистых прудах, по адресу Потаповский переулок, дом 9. Если вы заинтересованы в создании своего домашнего кинотеатра, но боитесь ошибиться, не стесняйтесь, звоните, приезжайте в гости, мы обязательно поможем вам с вашим проектом домашнего кинозала. Всем пока!